Приветствую вас, Алекс. Смотрите, с точки зрения психологии, вы говорите больше именно про страх стоматологов, то есть вот все, что вы описываете, да, все, что вы описываете, там, и по поводу своих, значит, вонарочек, как вы их называете, это отдельный разговор, и по поводу медсестры, это тоже один разговор, все это служит одной целью, а именно, оттянуть вас от, значит, ну, от вот этой вот процедуры, процедуры стоматологической, да, вот, которую вы боитесь, потому что они просто же так вы оттягиваете лечение зубов. Дело в том же, что страх перед стоматологией, он чаще всего связан непосредственно с детским предательством, то есть, вероятно, всего вас в детстве как-то вот обманули родители, да, вот, говорили, что вам не будет больно, а на самом деле больно было, вот, и сейчас вы, как бы, ну, повторяете, вот, не прочитываете тогда ситуацию, вот. Значит, возможно, вы просто не осознаете того, чего вы боитесь, возможно, здесь лежит некий ваш, ну, такой внутренний конфликт, вот. И, соответственно, да, имеют место быть навязчивым мыслям, потому что это реально. Но, кроме того, кроме того, кроме того, на мой взгляд, здесь имеют место быть ещё и, знаете, вот, какой-то такой перфекционист, что ли. Да, то есть, страх заболеть, и самое главное стеснение, то есть, вы стесняетесь, вы не знаете, не знаете, как вам поговорить об этом. То есть, вы стыдитесь, вы не принимаете в себе какие-то вещи. То есть, я хочу сказать, что достаточно поверхностно, на мой взгляд, вы здесь видите свой вопрос. Я бы сказал, что с вашими страхами и прочими заморочками, которые у вас есть, нужно работать, чтобы они вам не усложняли жизнь, чтобы, наоборот, ваша жизнь становилась проще. Сейчас же ощущение такое, что из-за ваших заморочек, из-за ваших страхов, вы не можете увеличить звук. Вот. Также, если честно, я не понял, ну, как именно или чего именно вы боитесь в контексте медсестры? То есть, почему взаимодействие с смертью строй должно быть для вас травматичным, травматичным? Вот. У вас уже опыт такой был негативный? Или что? То есть, этот момент достаточно важный, но вы его, если обратите внимание, вы его не раскрываете. Вот. Ну, от слова «совсем», да, от слова «никак» вы его не раскрываете. Вот. А раскрыть, как бы, это, на мой взгляд, нужно, вот, потому что, потому что это достаточно серьезно, это достаточно важно для вас. Вот. Вот. Я надеюсь, я надеюсь, что вы на это обратите свое внимание. Внимание. Вот. Потому что тут достаточно такие. Системообразующие, я бы сказал, моменты. Вот. Значит, по поводу самого вопроса, что я могу сказать. Ну, мне кажется, что сам ваш вопрос, он больше, конечно, не к психологам. Это очевидно. То есть, совершенно очевидно, что вопрос, который вы задаете, он больше, он совершенно, точнее, совершенно точно этот вопрос не к нам. Потому что, ну, психологи просто, они занимаются вот тем, что, ну, подсказывают вот такие вот вещи, да, о которых вы спрашиваете. По сути. Дел. Как бы. Ну, вот. Поэтому, тут вот, на мой взгляд, нужно, ну, одно от другого отделить, да. Тут нужно, эм, одно от другого, эм, как бы, дифференцировать и не путать. Чтобы не было путаницы, чтобы, ну, чтобы вы видели, например, что есть одно, есть другое. И вот, эм, как бы, психологи работают все-таки больше с непосредственно страхами, с непосредственно эмоциями человека, да. Вот. И не работают с какими-то такими вот узкоспециальными моментами. Я хотел бы также обратить ваше внимание на то, что вы свою проблему пытаетесь решить преимущественно в рационалистичном ключе, вот. Но, правда, заключается в том, что в рационалистичном ключе вашу проблему решить нельзя. Потому что мозг будет придумывать все новые и новые аргументы, все новые и новые схемы для того, чтобы оправдать, но никак не поменять ваши позиции. Ну, потому что мозг это, эээ, логика здесь, эээ, не работает, логика здесь, эээ, условно говоря, действует вам во вред. Только. К сожалению. Вот. Поэтому направленность работы здесь именно такая. Вот. Направленность именно, если мы говорим, ну, если мы говорим о непосредственно работе, непосредственно работе, вот. Но ваш вопрос, он, как будто бы, эээ, значит, направлен не на решение своей психологической проблемы, а на решение, эээ, практической проблемы. Вот. Связанные непосредственно с организацией, эээ, вам, стоматологической, эээ, помощи. Вот. А в этом вам психолог помочь, конечно же, не может. Эээ, повторюсь, вы, напрягаетесь. Да, 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 ну, достаточно сильно напрягаетесь. Вот. Вы напрягаетесь, эээ, для того, чтобы решить свою проблему, проблему своих страхов, да, своих каких-то вот переживаний, своих каких-то сомнений, вот. Эээ, но так это не решается, к сожалению. Это решается через работу именно с вашими, эээ, чувствами, чувствами, эээ, с вашими, с вашим негативным опытом. Вот. Эээ. И так далее. Так что вы подумайте, на что сейчас вы нацелены, да? Ээээ, ну, на что вы нацелены сейчас в своем вопросе, если вы хотите, эээ, ну, проработать со страхом, если вы хотите, чтобы вам указали на ваши, эээ, проблемы. Вот. Что я и коллеги это, эээ, сделал. Работать, ну, с точки зрения психологии, с теми моментами, которые я назвал, да? То есть это страх, это, возможно, тема предательства, вот. Возможно, это еще какие-то моменты, вот. Ну, что, на первый взгляд, эээ, так вот, может быть, ну, не очевидно, да? На первый взгляд, это может быть не очевидно, но, тем не менее, тем не менее, как бы, достаточно важно. Эээ, вот, и, соответственно, уже дальше вы можете решить, эээ, вот, собственно, как и что вам, ну, делать дальше. Ходат вы можете решить сами, будете ли вы, эээ, там, например, работать над собой, да? Будете ли вы, эээ, стараться, там, там, не знаю, в своей жизни что-то поменять, например? Ну, вот, или, или нет? То есть это, вопрос исключительно вашего выбора. Вот. Ну, по крайней мере, так это видится у меня сейчас. Вот, эээ, то, что я могу вам сказать, то есть я могу вам ответить с точки зрения психологии. Исключительно с точки зрения психологии. Потому что у вас здесь, на мой взгляд, поднят, эээ, еще, ну, подняты еще вопросы, вот, на которые ответить на данный момент возможности не представляется, именно, вот, с точки, ну, именно, с точки зрения, эээ, специфика нашей работы. То есть наша работа, она не подразумевает ответы на такого рода вопросы, к сожалению. Вот. Поэтому вам, эээ, действительно нужно именно практические моменты, именно практические моменты, эээ, поисследовать, посмотреть, и вы обязательно что-нибудь найдете на повтор. Повторюсь, это не решит, эээ, проблематику, именно, эээ, психологическую. То есть, вот, с точки зрения психологии, вас это, прямо, вас, эээ, продолжит. Обеспокоить определенные сложности и определенные трудности, ну, что вы боитесь. Вот, самое главное, вам это, ну, для чего, чего-то нужно. То есть, вот, если вы, именно, вот, что называется, нуждаетесь в этом. То есть, вы наблюдаетесь в том, что бояться вам это выгодно. И, эээ, пока вам это выгодно, вы будете, эээ, стараться, в этом состоянии, в этом положении, если угодно, себя удерживать. Вот. К сожалению. Такой ответ я могу вам дать. Ну, в принципе, в принципе. Думаю, на этом можно закончить, эээ, мой ответ. Я надеюсь, что вам это было полезно. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.